Пожалуй, многие замечали, что всеми любимый и бесплатный браузер Google Chrome ни с того ни с сего начинал дико тормозить даже на самых мощных устройствах. И тут не всегда играл вопрос с количеством открытых вкладок или установленной оперативной памяти. Зачастую Chrome тормозит именно по своим внутренним причинам. Если досмотришь это видео до конца, то тебе точно удастся избежать тормозов браузера и существенно ускорить его работу. Я не могу сказать, что Chrome безнадежно плохой, но изначально в нем довольно мало настроек. В браузере Google Chrome большинство нововведений или параметров настройки недоступны широкому кругу пользователей. Ведь все видели тот небольшой список настроек, который присутствует в соответствующих вкладках. А вот более углубленные настройки, позволяющие кардинально изменить работу программы, скрыты от широкого круга пользователей. Это, скорее всего, сделано потому, как там размещается сервисная функция разработчиков, которые после обкатки могут оказаться в общем списке. Первое, что необходимо сделать, открыть Chrome и в адресной строке, это строка поиска, вводить следующее. После чего подтверждаем свои действия клавишей Inter, открывается большой список с настройками, и, к сожалению, они все на английском языке, поэтому что-то менять, если вы не знаете, лучше не стоит. И Google об этом предупреждает. А именно, говорит о том, что включив эти функции, вы можете потерять данные браузера или поставить под угрозу свою безопасность или кондифициальность. Включенные функции применяются ко всем пользователям этого браузера. Если вы являетесь администратором предприятия, вам не следует использовать эти флаги в рабочей среде. Так говорит Google. Это всего лишь говорит о том, что если вы не знаете, что делаете, сюда лезть лучше не стоит. Но мы-то с вами соображаем. Напротив каждого пункта есть значение Enable включить или Disable отключить. В большинстве случаев установлено значение по умолчанию Default. Первое, что предлагаю рассмотреть, это настройки, связанные с графическим ускорителем. Если у вас не встроенная видеокарта, а полноценная, то можно попробовать изменить эти пункты для достижения наилучшего результата загрузки браузера. И главное, помните, если что-то пойдет не так, можно всегда вернуться в первоначальное состояние, сбросив все настройки единственной клавишей на заводское положение. Итак, давайте по пунктам. Первый параметр, название которого вы сейчас видите, позволит гарантированно запускать отрисовку всей поступающей информации через установленный графический ускоритель, даже если он не поддерживается браузером. Чтобы быстро найти эту функцию, копируйте название из описания или, если не ленитесь, просто пропишите. Но проще всего открыть описание под видео, там я оставлю название всех рассмотренных пунктов. И не забудьте выставить значение Enable. То есть включить. Это еще один пункт меню, позволяющий переложить обработку страниц процессора на установленную видеокарту. Он позволяет разгрузить загрузку общей системы, используя ресурсы графического ускорителя. Страницы браузера будут открываться значительно быстрее. Но этим вы жертвуете оперативной памятью и графическим процессором постоянной загрузки. Также выставляем значение Enable. Такое действие мы будем проделывать ко всем последующим пунктам. Принудительное включение драйвера OpenGL в работу на компьютерах с оперативной системой Windows позволяет увеличить производительность в большинстве предложений, а не только в браузере Chrome. В большинстве случаев это будет заметно на видеокартах производителя Nvidia. Кроме того, переключение этого параметра снизит потребление электроэнергии встроенной батареи, что хорошо скажется на тех, у кого есть ноутбук, и сгладит изображение при прокрутке страницы и воспроизведении видео, особенно с высоким разрешением. Опять же, идеальный вариант для обладателей довольно слабых компьютеров и низкой скорости интернета. Включение этого параметра позволит сделать беглое прокручивание загруженной страницы более плавным и при этом сократить загрузку центрального процессора системы. Поверьте, при редактировании текста или чтении довольно большого объема информации это очень полезный пункт, позволяющий сократить нагрузку на глаза, да и эстетически намного приятнее, когда изображение экрана плавно перемещается. Позволяет разделить поток загрузки файлов на несколько. На самом деле, по умолчанию в Google Chrome всегда настроен на загрузку в один поток. Параллельная загрузка автоматически дробит файлы и распределяет их между потоками. Конечно же, скорость интернета должна быть соответствующей, иначе все старания будут неактуальны. Опять же, этот параметр сокращает время обращения к удаленному серверу для получения нужной информации. Данный протокол создан еще в далеком 2012 году, но особого распространения с того времени он не получил. Сокращение времени подключения создается за счет единственного подключения для создания соединения, а не нескольких, что значительно раскрывает его потенциал. Эти параметры точно помогут вам ускорить работу браузера, и после того, как вы все настроили, не забудьте его перезапустить. Обязательно сделай подписку и поставь лайк, хоть YouTube и в ближайшее время могут заблокировать, я все же буду стараться делать для тебя больше полезных и интересных видео. Ссылки на все другие социальные сети будут в описании, а пока посмотри актуальные новости из мира технологий и гаджетов.